Прожиточный минимум в Чувашии больше не будут снижать, даже если продукты и другие товары из потребительской корзины подешевеют. А за продажу так называемых снюсов несовершеннолетним начнут штрафовать в случае юридического лица до 100 тысяч рублей. Такие решения приняли сегодня депутаты Государственного Совета Республики. Товары дешевеют, прожиточный минимум снижается. И наоборот. Таким принципом последние годы пользовались в Минтруда Республики. От прожиточного минимума зависит величина пособий, субсидий и других соцвыплат. Отныне правило будет работать только в одну сторону. Если потребительская корзина подорожает, прожиточный минимум поднимут. А если подешевеет, а это случается в основном в период поступления на рынок сезонных овощей, оставят на прежнем уровне. В этом вопросе все парламентские фракции были солидарны. Конечно же, все, что касается увеличения прожиточного минимума и как минимум его неуменьшения, мы однозначно эту инициативу поддержим. Я никогда, наверное, не забуду тот эксперимент, который я поставил на себе в 2015 году. Да, целый месяц жил на тот самый прожиточный минимум. Сахар, макароны, дешевые углеводы. Никакой пользы для нормального человека. Такого питания, безусловно, не было. Поэтому закон мы одобряем. Снижать уровень прожиточного минимума по причине того, что в определенный квартал на рынок поступают овощи и немного там падают цены, действительно довольно глупо. Единогласные парламентарии поддержали и следующее новшество. Ветераны труда смогут получать компенсацию оплаты за капитальный ремонт. Компенсация за капитальный ремонт ветеранам труда Чувашской республики не предоставлялась ранее в связи с тем, что законом у ветеранов труда Чувашской республики установлена возможность получения гражданином по выбору только одной меры поддержки. Либо ежемесячной денежной выплаты во размере 1100 рублей, либо денежной компенсации. Теперь граждане смогут получать и то, и другое. Приблизительно в среднем 110-120 рублей ежемесячно ветеранам будет возвращаться за уплату на капитальный ремонт. И при этом сохранятся выплаты по ветеранам труда 1100 рублей. Закон о запрете на продажу так называемых снюсов несовершеннолетним в Государственный совет внесла прокуратура республики. В 2015-м Госдума страны уже принимала закон о запрете на продажу этого товара. Правда, тогда под термином снюс подразумевали жевательный или сосательный табак. Действующим федеральным законодательством установлены ограничения при распространении лишь табака, содержащей продукции. Чем и пользуются продавцы и изготовители никотина, содержащей продукции, которые не содержат в своем составе табак. Поправки в закон должны закрыть этот пробел. Представители прокуратуры республики считают, что под новые правила попадает и новинка от продавцов без табачных смесей – фрукты в никотине. Штраф за продажу гражданам, не достигшим 18 лет, до 5000 рублей физическим лицам и до 100 тысяч лицам юридическим. Проект закона принят. Еще один вопрос в повестке дня – досрочное прекращение полномочия депутата Игоря Малякова по личному заявлению. Теперь он представляет нашу республику в Государственной Думе страны. Продолжение следует...